В доме семьи Ивановых наступила неспокойная пора. Многие ночи подряд из стен доносились загадочные звуки, которые мешали семье спать и наполняли атмосферу тревожной неопределенностью. Даже собака, Тимка, стала неспокойной и часто вздрагивала, словно ощущая невидимую угрозу. Решив, что пора ставить конец этому беспокойству, семья вызвала местного специалиста по звукоизоляции и диагностике строений, Сергея. Проведя несколько тестов и осмотрев особенно громкие участки стен, Сергей предложил взглянуть на то, что он нашел, и подошел к дрели. Следующие минуты напоминали хирургическую операцию на живом организме дома. И вот когда последний кусок штукатурки отошел, все остались поражены, перед ними в стене обнаружился огромный улей. Вот вам и шум, усмехнулся Сергей, теперь понятно, почему стены живые. Улей был впечатляющим и в то же время тревожным зрелищем. Внутри него тысячи пчел занимались своими делами, создавая непередаваемую ауру живого организма. Ивановы были шокированы, кто бы мог подумать, что их дом стал не только пристанищем для них самих, но и для такого неожиданного соседства. Делать нечего, пришлось вызывать специалистов по уничтожению насекомых. По их совету, улей удалили, а стену дезинфицировали и восстановили. Процедура стоила немалых денег и усилий, но, как выразился глава семьи, Михаил, сон дорогого стоит. Позже Ивановы установили на улице специальные пчелотпугиватели и дополнительные меры звукоизоляции. Шум утих, но семья надолго запомнила урок, который они получили, находясь на грани между уютом своего дома и секретами, которые могут скрывать его стены. Впредь, прежде чем жаловаться на необъяснимые звуки, Ивановы решили дважды проверить, а не соседи ли им там такие необычные завелись. Но самое главное, что они поняли, так это то, что даже каменные стены могут быть не такими уж и безжизненными. Наоборот, они могут скрывать в себе целый мир, полный сюрпризов и непредсказуемостей. И это тоже часть домашнего уюта, пусть и не самое приятное.